МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В первой части нашей программы. Великая тайна слепушонки или все хромосомные наборы в одном виде. За восемь занятий овладеть техникой быстрого чтения. Начните сегодня, здесь, через несколько минут. Чем каша во рту отличается от каши в голове? Кулинарная лингвистика. Неожиданные результаты эксперимента. Или, как всемирно известный ученый превратился во всемирно известного злодея. Более трех миллиардов лет назад на планете Земля появилась жизнь. Этот факт современная наука установила с достаточной надежностью. Но каким образом из бактерий древнего архея развелось окружающее нас разнообразие жизненных форм? Как работают механизмы видовой изменчивости? И какие роли здесь исполняют хромосомы и гены? Ну вот, например, белый медведь и бурый медведь, они не встречаются друг с другом. Они абсолютно разные морфологические, они здорово отличаются. Но оказалось, что они прекрасно скрещиваются и дают плодовитые потомства. Извешенность, что каждому виду свойственен свой хромосомный набор. И мы начали с того, что мы решили сканировать фауну с тем, чтобы определять хромосомные наборы у всех животных. Среди этого многообразия ученые отыскали такие виды животных, чей ареал обитания и жизненный цикл можно было бы легко проследить. Нужна была наглядная модель генетического видообразования. Нас прежде всего интересовали формы с хромосомной изменчивостью. И мы нашли такую модель на Памире. Это Сурхопская долина на Памире. Она всего 120 километров. И вот на этом небольшом участке мы нашли огромное количество разных форм у вида слепушонок. Слепушонка – это маленький грызун из семейства Хомяковых. В горах Памира их роющая деятельность привела к образованию черноземных почв. Ну а теперь они служат еще и большой науке. Эти виды имели хромосомный набор от 54 до 30 и абсолютно все промежуточные формы. И вот этой моделью мы занимаемся уже много-много лет. Кроме того, в целом слепушонки очень интересны тем, что там в одном роде несколько видов. Причем эти виды отличаются разной системой определения пола. Пол с лепушонок Сурхопской долины определяют какие-то нетипичные, пока еще мало изученные факторы. Собственно говоря, требует объяснений и сам факт существования этих популяций. Тут очень большие различия. Вот 54 и 30 хромосом. Мы уверены были, что они будут не плодовиты. Но когда мы поставили опыты в геварии, у нас оказалось, что 54 хромосомные прекрасно скрещивались, например, с 36 хромосомными и давали абсолютно плодовитое потомство. Потомство эти гибриды дают в два раза меньше, чем популяция слепушонок с одинаковым числом хромосом. Но это выглядит вполне оправданной платой за гораздо большее – продолжение жизни в новом виде. Такая вот частичная плодовитость дает возможность размножиться новым формам хромосом и дать новые формы животных. В чем же причина возникновения столь уникальной популяции млекопитающих в замкнутой Сурхопской долине? Прежде всего, следует отметить, что это самый сейсмичный район на территории бывшего Советского Союза. Мы потом посмотрели по всему миру, насколько в других местах тоже сейсмическая активная форма связана с изменчивостью хромосом. И, в общем, у нас получила связь. Это открытие не стало неожиданностью, ведь вид Homo sapiens – человек разумный – сформировался около 50 тысяч лет назад в районе Великих рифтовых разломов в Восточной Африке. Разница в хромосомных наборах человека и обезьян – там 46-48. А это как раз такой сейсмический район. Вполне возможно, сценарий изменения числа хромосом запускается в моменты смертельной опасности, какую несут землетрясения, чтобы с помощью мутаций сделать жизнь еще разнообразнее, умнее и устойчивее. С каждым днем жизнь становится все стремительнее. Лавина информации обрушивается со всех сторон. Как не пропустить нужное и выделить главное? Этим вопросом задается практически каждый, кто хочет идти в ногу со временем. Одним из решений проблемы могло бы стать быстрое чтение. То есть умение читать в 5, 10, 15 раз быстрее нормы. Но каждый ли может овладеть искусством быстрого чтения, не потратив на обучение полжизни? Обучение техники быстрого чтения базируется на серьезной научной основе. Психолингвист Алексей Алексеевич Леонтьев. Известный психолог Леонид Павлович Гримак. Благодаря участию этих ученых создана методика, действительно эффективно решающая задачу с существенным повышением скорости чтения при сохранении высокого качества понимания и запоминания текста. Вы знаете, наука плюс методология действительно позволяют сделать невозможное возможным. Я студентка юридического института. Соответственно, там большой поток информации, литературы, которую нужно быстро освоить. Собственно, вот это и была моя мотивация пойти на курсы техники быстрого чтения. Честно, конечно, сомнения есть, большие сомнения, ну как это, 8 занятий. Но очень интересно и хочется, естественно, для себя узнать, возможно вообще это или нет. По работе идет большой поток информации. Времени, как правило, не хватает. Решил попробовать и на себе испытать. Действительно, так быстро обучают, быстро читать. Я слышала, что можно развить феноменальную скорость чтения. Вот я хочу развить эту скорость чтения, чтобы удивить своих одноклассников. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня первое занятие по освоению техники быстрого чтения. Быстрое чтение – это сплошное чтение текста, обеспечивающее полное и качественное усвоение прочитанного, но выполняемое нетрадиционными методами. Почему актуальна сегодня техника быстрого чтения? Дети перестали читать. Они не любят читать, потому что они читать не умеют. Российские школьники занимают 28 место по технике чтения в мире. Наши многолетние исследования позволили установить пять основных недостатков традиционных методов чтения. Давайте посмотрим эти недостатки. Первый недостаток – регрессии при чтении. Что такое регрессии? Это возвратное движение глаз с целью повторного чтения уже прочитанного. Большинство людей при чтении текста возвращаются обратно, встретив непонятно незнакомое место. Второй недостаток – отсутствие гибкой программы чтения, когда все тексты читаются одинаково медленно, тогда как есть тексты, которые заслуживают быстрого чтения. Недостаток третий – мы называем его главный враг быстрого чтения. Это артикуляция. Что такое артикуляция? Это звучание текста в тот момент, когда вы читаете его про себя. Скажите, пожалуйста, Ольга, когда вы читаете, проявляется как-то у вас артикуляция? Да, проявляется, конечно, при чтении. Я прочитываю внутри, мысленно. Дарья, как вы чувствуете изучение? Да, я тоже проговариваю текст. Мне кажется, я от этого лучше понимаю. Я тоже быстро читаю и стараюсь быстрее проговорить и понять суть. Да, к сожалению, это распространенный недостаток и труднее всего исправимый. Придет время, и мы будем исправлять, исключать артикуляцию из участия в процессе чтения. Четвертый недостаток – малое поле зрения. Поле зрения – это участок текста, который воспринимается глазами в момент остановки, в момент фиксации. И последний недостаток пятый – отсутствие внимания. Внимание – это катализатор процесса чтения. Без внимания нет быстрого чтения. Вот таковы пять недостатков. И, естественно, мы начинаем работу по совершенствованию техники чтения прежде всего с ликвидации этих недостатков. Первое правило быстрого чтения – читать без регрессии. Читать только вперед. Никогда, никаких возвратных движений глаз. Как это ни странно, исключение регрессии позволяет повысить скорость чтения в два раза, понимание просчитанного – сразу в три раза. Можно, да? Да, конечно. Вот смотрите, я читаю текст, прочитала, мне какой-то момент непонятен. Я, естественно, в голове он не отложился, я возвращаюсь назад. Первое правило говорит следующее. Если вы читаете текст и чувствуете затруднение, не надо сразу возвращаться. Скажите себе «стоп», «остановитесь». Вы можете поразмышлять три минуты. И если в течение трех минут к вам не пришло понимание просчитанного, вы можете смело возвращаться назад, но это не будет уже регрессия, это будет осмысленный возврат. А вот если я прочитала текст, думаю, что поняла, а вдруг я что-то пропустила? Если факту возврата предшествовало размышление, никогда нужное не уйдет. Ну а сейчас записали домашнее задание. Изучить первые правила быстрого чтения, читать без регрессий, контролировать движение ваших глаз, никогда не возвращаться для повторного чтения, провести анализ своего чтения, изучить все перечисленные недостатки и выявить, какие из этих недостатков присутствуют в вашем чтении. Дорогие друзья, наше занятие окончено. Я желаю вам продуктивной, плодотворной работы дома. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Щидо-каша – пища наша. Это пословица одна из очень многих, в состав которых входит слово каша. Блюдо из сваренной или запаренной крупы занимало одно из главных мест в пищевом рационе наших предков. Этнографы и биологи доказали, что каша дремнее хлеба. То есть человек сперва научился варить зерна, толочь их, превращая в крупу, а затем уже перемалывать зерна и получать муку для выпечки хлеба. Этимология слова «каша» не очень ясна. Но слово с подобным написанием и звучанием можно найти не только в славянских, но и в западноевропейских языках, например, в английском и французском. Немецкий язык дает хороший пример использования слова «каша» в переносном значении. «Грюдзе» – это путаница и беспорядок, а «грюцкопф» – дуралей, то есть человек, у которого каша в голове. Первоначально в немецком языке выражение «иметь кашу в голове» означало быть сообразительным и умным, а «иметь немного каши в голове» значило быть тем самым дуралеем. Современных школьников можно назвать однокашниками, но тоже в переносном смысле. «Каши» имели отношение учащиеся в позапрошлом веке. В старой школе начало нового этапа обучения отмечали угощением кашей из одного котла. Провинившихся же и нерадивых учеников, о которых можно было сказать, что у них каша в голове и каша во рту, угощали так называемой «березовой кашей». Дать «березовой каше» значит высечь розгами. Розги изготовлялись из свежесрезанных березовых прутьев. Их очищали от сучков и вымачивали в воде, чтобы наказание было болезненным, но безопасным. Выражение «березовая каша» имеет не только школьные корни. В старину для встречи весны деревенские жители готовили обрядовую кашу с добавлением березовых почек. Праздники наступления весны сопровождались обрядовым битьем березовыми ветками. Так битье связалось с угощением в метафоре березовой каши. Кстати, в вербное воскресенье практиковалось подобное ритуальное хлистание вербными ветками. Есть еще один популярный фразеологизм, связанный с малоизвестным значением слова «каша». «Кто кашу заварил, тот и расхлебывай». В древности каша была обрядовым блюдом, обязательным, например, на свадебных пирах. Неслучайно древнерусское слово «каша» имело значение «свадебный пир», а выражение «чинить» или «чинить кашу» значило устраивать свадебный пир. Каша являлась обязательным угощением на таком перу, поскольку она символизировала плодородие, а также давала силу и способствовала росту, особенно тем, кто немало каши ел. В одной из прошлых программ мы показывали фрагменты фильма «Секреты племени», который рассказывал о первобытном племени Яномами, едва ли не последнем на планете нетронутом цивилизации. Это племя стало объектом изучения многих ученых и также причиной их личных драм. А самому известному в мире антропологу работа в племени даже стоила репутации. Он превратился в печально известного антрополога, и его обвинили в геноциде. Как такое вообще могло произойти? Кроме ученых, Яномами в 60-е и 70-е годы заинтересовалась Комиссия по ядерной энергетике США. Она занималась сопоставлением последствий воздействия на людей, взрывов, атомных бомб над Хиросимой и Нагасаки. Индийское племя Яномами было выбрано ими в качестве своего рода контрольной группы, как образец населения, затронутого этими взрывами в наименьшей степени. Поэтому на исследование тратились огромные средства, и к этой работе привлекались самые разные ученые. Весь научный мир следил за племенем Яномами. Конечно, интересно узнать, как живут люди без цивилизации. Но, как видите, не все так просто. Изучение Яномами вошло составной частью в одно большое исследование воздействия радиационного облучения, полученного в результате ядерных взрывов. А первобытных Яномами просто-напросто взяли как контрольную группу людей, которая максимально изолирована от ядерных взрывов и плохой экологии. Племя послужило образцом чистой человеческой расы, поскольку его жители никогда не сталкивались с радиацией и даже не болели эпидемиологическими болезнями. Вот с этого и начались проблемы. Так получилось, что ученые, сами того не ведая, принесли в племя беду. В некоторых деревнях, где жили Яномами, начала появляться корь. Антрополог Наполеон Шаньон как раз приехал с группой исследователей, чтобы взять у аборигенов образцы слюны и анализы крови. Узнав про эпидемию, ученый решил сделать местному населению прививки от кори. Это была мощная вакцина. Мы были здоровы. У нас не было никаких болезней. Хоть мы и были здоровы, они сделали что-то, что называли снимки. Потом взяли у людей кровь. А потом, вы представляете, они добавили что-то в нашу кровь. Еще они заглядывали в наши рты. Вот такие вещи они делали. Мы думали, зачем? Мы ведь здоровы. Мы ведь здоровы. Продолжали начатое дело. Брали образцы крови, слюны и снова делали прививки без гамма-глобулина. Сейчас это называют худшим экспериментом по вакцинации, что и подтвердила Американская антропологическая ассоциация. Итог, несколько сотен людей заболели корью, и многие из них умерли. В моем доме болезнь убила пятерых. Я помогал их хоронить. Я был единственным, кто не заболел. Более двухсот человек умерли. Я думаю, что причиной было то, что к нам приходил Шаньон. А может быть, это случилось потому, что медики колдовали с нашей кровью. С начала исследования Наполеона Шаньона оставалось в цивилизованном мире без внимания. Но когда в истории удавалось скрыть секретное исследование? В поисках сенсации на него наткнулся один журналист и решил написать об этом антропологическом эксперименте книгу. Вот тут-то все и открылось. Наполеон Шаньон был самым известным ученым-антропологом, который занимался племенем Яномами. Он провел огромное эмпирическое исследование. Я и мой коллега Лесли Спонсел открыли эту ужасную историю и подготовили материалы к изданию. Мы написали руководству Американской ассоциации антропологов конфиденциальное письмо. В нем мы разоблачали Шаньона и предупреждали, что такое исследование вызовет огромный переполох в научном мире. Один из тех, кому предназначалось это письмо, опубликовал его в интернете. По миру оно разошлось молниеносно в течение суток, даже быстрее эпидемии кори, которую распространил Шаньон. Сам Наполеон Шаньон считает смерть сотен людей нелепой случайностью и продолжает утверждать, что он тут ни при чем. Что это просто научный эксперимент с неожиданным результатом. И недоумевает, почему некоторые коллеги обвиняют его в геноциде. Если я прилечу в Венесуэлу, то на следующий день во всех газетах появятся статьи с большими заголовками. Маньяк вернулся или антрополог, устроивший геноцид. А в них будут перечислены мнимые преступления, которые я совершил против Яномами. Они считают, что меня нельзя к ним подпускать на километр. Мне кажется, что эти люди следят за каждым моим шагом. Я решил, что раз я не могу быть антропологом и проводить полевые исследования, то и преподавать я тоже не буду. Вот почему я так рано уволился. Я провожу свое свободное время рыбача, охотясь на птиц со своей собакой Коди. Играю в гольф и просто наслаждаюсь жизнью. Наполеон Шаньон действительно не понимает, в чем его вина. У него есть множество учеников, известных ученых, которые с пеной у рта защищают его и устраивают в честь учителя научные конференции. Там никогда не поднимается вопрос о научной этике и ответственности за любое живое существо, которое участвует в эксперименте. Иногда случай с Шаньоном и Яномами приводит как научный анекдот. Самое смешное в котором, что Шаньон единственный ученый-антрополог, устроивший геноцид. Некоторые смеются. Веселые ученики у Наполеона Шаньона. Далее в программе. Михаил Цвет разложил цвет. Или бесполезное открытие, без которого сейчас не обойтись. Сколько рыжиков, сколько белых, не важно. Важно, какой повар. Сто лет после катастрофы. Репортаж очевидца со дна Атлантического океана. Или как сложно снимать кино и делать науку на глубине 3,5 километра. В 1903 году было сделано открытие, которое показалось современникам настолько простым, что его даже не захотели признавать за научное достижение. Русский ученый, ботаник Михаил Цвет, впервые детально объяснил новый метод – хроматографию. С его помощью он разгадал тайну окраски зеленого листа, очень легко выделив и очистив его пигменты. Занятно, что в названии метода ученый положил свою фамилию – цвет. На греческом она звучит как хроматоз, что означает цвет окраска. В 21 веке хроматографию, метод разделения и анализа сложных веществ, успешно используют в разных областях, в том числе и в оценке качества безопасности и подлинности пищевых продуктов. Вообще все современные методики физико-химического анализа сложных матриксов, сложного состава, каким являются в частности пищевые продукты, они основаны на тех или иных формах хроматографии или капиллярного электрофореза. Там высокая эффективность разделения компонентов. То есть, если, например, вы хотите проанализировать какой-то аромат, ароматизатор, и выяснить, какие там есть ингредиенты, это, по крайней мере, 100 соединений. Вы без хроматографии, вы не сделаете ничего. Вы сначала должны хроматографически их разделить, а потом каждый уже идентифицировать. Мы, как это ни печально, уже почти привыкли к фальсификациям и обманам со стороны производителей товаров и продуктов. На помощь, как всегда, приходит наука. В лаборатории Института питания уже разработаны около полусотни методик анализа биологически активных веществ и продолжают разрабатываться методы выявления различных подделок. Например, могут оценить истинный состав сока. Очень часто дорогие окрашенные соки, такие как клюквенный сок, предположим, там, брусничный сок, вишневый сок, виноградный сок, а не гранатовый сок, они являются очень частым предметом фальсификации, подделок. То есть, вы получаете продукт, в котором содержание гранатового сока может быть 10% или ниже. Комплекс методов, которые мы разрабатываем, позволяет выявить не только происхождение этого продукта, но и концентрацию, сколько его там и так далее. То есть, это с тем, чтобы информация, которая выносится на потребительскую этикетку продукта, была достоверной и не вводила потребителя в заблуждение относительно свойств продукта. Любая подделка – это не только зря потраченные, трудом заработанные деньги, это еще и обманутые надежды. Продукты, которые при этом получаются, они не опасны, они вредны. Но потребитель не получает того, что он ожидает от продукта за эту цену. То есть, короче говоря, если вы получаете, например, клюквенный сок, он содержит много биологически активных соединений, природных антоцианинов, он содержит много полифенольных соединений, природных антиоксидантов, при заболеваниях мочеполовой системы, про клюква, известно, она обладает целым рядом положительных свойств. Но это клюква должна быть. Кроме хроматографии, на Западе активно используется еще и более дорогой метод иммуноферментного анализа. С его помощью в 2008 году удалось выявить меламин в детском питании из Китая. Меламин – это вещество, которое с высоким содержанием азота, которое, как выяснилось, китайские фирмы добавляли в сухое молоко, в продукты детского питания, чтобы повысить якобы содержание белка. Потому что меламин, если его давать в сырье, для производства пластмассы, если его анализировать на азот под действующим методом, то он даст высокий азот и, соответственно, будет считать, что там много белка. Поэтому были жалобы, что казалось, очень много что-то в китайском этом самом соевом изоляте, слишком много белка. Но выяснилось, что там добавляли меламин. Тогда в Китае жертвами подделки стали дети. В результате скандала фирма-производитель разорилась, а ее руководителей расстреляли. Был подорван и имидж новозеландских продуктов, как самых чистых в мире. Ведь новозеландцы были совладельцами китайской фирмы. А представьте себе на минуту, что в магазинах появился прибор, на котором каждый может проверить качество покупаемого продукта. Так же, как это делается в научной лаборатории. Это вот система, вот это детектор. Тут, значит, есть колонки, насос, и прокачиваются через колонку при давлении 300-400 атмосфер, прокачиваются растворители, и вводится через вот эту систему, вводится вещество. И, соответственно, оно разделяется на ингредиенты, делает. Или это можно вводить не шприцом, а автосамплер, который автоматически делает. Вот здесь много образцов, можно на ночь оставить, он будет сам брать, шприцом вкалывать и так далее, и дальше будет это все делиться. Причем управлять им можно из дома. Вероятно, после такой проверки все подделки отправлялись бы сразу в мусорную корзину, а на рынке процветали бы лишь добросовестные производители. Мечтать не вредно, скажете вы, но иногда мечты сбываются. По крайней мере, ученые работают. Итак, задача, предложенная ранее. Напоминаем условия. В корзине лежит 30 грибов – рыжиков и белых. Известно, что среди любых 12 грибов имеется хотя бы один рыжик, а среди любых 20 имеется хотя бы один белый. Сколько рыжиков и сколько белых в корзине? Может быть, попробовать представить какое-то определенное количество рыжиков? Например, 10. А почему вдруг 10? У нас сказано, что среди любых 12 грибов хотя бы один рыжик. Просто попробовать представить, что 10. Замечательно. Если у нас ровно 10 рыжиков, тогда у нас 20 остальных грибов белых. И среди этих 12 мы можем просто взять 12 белых грибов. И ни одного рыжика не будет. Но это надо догадаться сначала, взять 12 каких-то грибов. Ну, когда мы хотим уже опровергнуть условия, когда мы представили наугад взятую ситуацию. 10 рыжиков, 20 белых. Почему она не подходит? Потому что у нас должно быть так, что мы берем наугад 12 грибов, и всегда попадается один рыжик. Когда у нас 20 белых, вполне очевидно, что мы можем наугад не выделить ни одного рыжика, просто эти 12 могут оказаться белыми. Это наводит нас на очень ценную мысль. Что, задача-то нерешаема? То, что мы не можем вынуть 12 грибов одного сорта. То есть мы не можем вынуть 12 грибов без рыжиков. Это означает, что грибов не рыжиков не больше 11. Ну, потому что если их было бы 12 или больше, то мы бы отсчитали эти 12 не рыжиков и получили бы, что у нас противоречие с условием. Итак, мы знаем, что белых грибов не больше 11. Значит, нужно проверить, может ли их быть меньше 11. Там 10, 9, 8 или вообще не быть. Давайте подойдем с другой стороны. То есть посмотрим теперь на 20 каких-то грибов. У нас по условию среди любых 20 грибов есть хотя бы один белый. Это означает, что мы не можем выбрать 20 небелых грибов. То есть их там просто нет. То есть у нас нету, а 20 рыжиков. Значит, рыжиков 19 или меньше. Итак, мы знаем, что рыжиков 19 или меньше, а белых 11 или меньше. Ну вот, и все. С 19 рыжиков один с белых. А других вариантов что нет? Почему 11 и 19? А потому что в сумме-то грибов 30. Если, например, каких-то грибов не 19, там, а 18, а тех не 11, а 10, то в сумме получится меньше, чем 30 грибов. Значит, мы нашли единственное возможное решение. В корзине 19 рыжиков и 11 белых. Грибник спешит к лесным дарам, а повар те дары считает. Всему виной пора грибная и шляпа казарных парад. Вашего решения ожидает следующая задача. Поезд, на котором приезжает дядя Федор, приходит в 8 часов. Его встречает кот Матроскин на мотоцикле и отвозит домой. Однажды дядя Федор приехал в 7 часов и пошел пешком. Встретив Матроскина, оставшуюся часть он проехал на мотоцикле, прибыв на 20 минут раньше обычного. Когда встретились дядя Федор и кот Матроскин? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ровно сто лет на дне Атлантического океана в точке с примерными координатами 41 градус северной широты и 50 градусов западной долготы на глубине 3,5 километра покоятся останки одного из самых крупных кораблей 20 века и следы одной из самых ужасных трагедий прошлого столетия. Лайнер «Титаник» вышел в первый рейс из Саутгемптона в Нью-Йорк и поздним вечером 14 апреля 1912 года вблизи Ньюфаундленда напоролся на айсберг. Через 2 часа 40 минут считавшийся непотопляемым лайнер затонул. Из 2224 человек, находящихся на борту, выжили лишь 711. Это как многоэтажный дом лежит на грунте. Производит впечатление якорные цепи, мощные идут, которые открытые трюм. На носу стоит кран-балка для запасного якора и запасной якорь лежит на носу корабля. И все это покрыто ржавчиной, то есть видно, что это очень долго находится на грунте. И с борта судна свисают растаклсы. Это такие сосульки ржавчины. И они придают такую красоту. И видно, что это старинный объект лежит на грунте. Долгих 74 года место последнего упокоения громадного лайнера не было известно. Возможно, и сегодня он покоился бы где-то в пучинах Атлантического океана, если бы не один человек. Энтузиаст подводной археологии, океанолог Боб Баллард. Почти 15 лет он мечтал найти Титаник. Но нашел его только в 85-м. А в 86-м на глубоководном аппарате «Алвин» спустился к лежащим на дне останкам гигантского корабля. Первые нашли не мы, Титаник. То есть это аппарат из вудскола «Алвин». Боб Баллард руководил этим всем. И они нашли первый Титаник. И координаты были известны. Ну, всегда, когда приходит другое судно, всегда есть невязка координат, всегда есть какие-то неточности. И первый спуск, конечно, достаточно долго. Приходится искать это. Приходится, ну, то есть расстояние около двух километров, где аппарат оказывается вот в стороне от затонувшего Титаника. К концу 20-го века мало кто помнил о чудовищной катастрофе Титаника. Но за дело взялись кинематографисты. Первым, кстати, был не нашумевший бестселлер Кэмерона, а документальный фильм Титаника Стивена Лоу. И сразу же перед киношниками встала проблема. Как можно снимать на глубине в 3,5 километра, где давление превышает 350 атмосфер? Справиться с таким давлением могут лишь глубоководные аппараты, которые во всем мире можно пересчитать по пальцам. Выполнили эту работу два советских глубоководных аппарата МИР. Мне приходилось одной рукой какие-то делать движения, а другой через голову вот так вот крутить другие ручки. А около уха, если в сторону чуть-чуть подвинуться, то было некуда даже сместить голову, потому что был видоискатель и режиссер Стивен Лоу смотрел в него. И было очень сложно управлять аппаратом и фактически ходить вокруг Титаника, глядя в боковой иллюминатор, где обзор только в сторону, вбок. Миры блестяще выполнили поставленную задачу. И успех кинематографического бестселлера скорее не был следствием актерской состоятельности придуманных влюбленных, а реальным осознанием гигантской человеческой трагедии, следы которой зафиксировали в пучинах океана отечественные глубоководные аппараты. Драматургия – это всего лишь драматургия, но она бледнеет и исчезает в сравнении с реальностью. А полученные от съемок и подводного туризма средства пошли на то, чтобы Титаник стал настоящей глубоководной научной лабораторией. Если вы работаете с борта Сунда, опускаете на тросе какие-то приборы, то вы не можете прицельно попасть в какую-то точку и видеть, где вы это сделали. И не можете сделать, скажем, это вот на дне. Аппарат может сесть на дно, пройти по дну, найти интересный объект и сделать измерение прицельно и визуально. Можно увидеть, как это измерение проводится, и еще сделать фото и видеозапись. Целый век прошел со времени давней трагедии. Сто лет – огромный срок для отдельного человека и человечества в целом. Но для жизни природы это лишь краткий миг. И все грандиозные проекты и деяния вида Homo sapiens не более чем эпизоды грандиозной истории планеты Земля. Ученые считают, что через несколько десятилетий тысячи тонн металла, составлявшие Титаник, окончательно исчезнут. Лишь человеческая память сохраняется дольше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok